Начало нового учебного года в институте третьего возраста – это всегда праздник. Ежегодно здесь проходит обучение порядка 600 слушателей. За 9 лет своего существования проект, призванный разнообразить досуг пожилых людей, превратился в уникальную программу, аналогов которой нет в республике. Он увлекален еще тем, что действует такое продолжительное время. Я бы сказала, что это один из самых успешных проектов, которые реализуются на территории Ленинского района. Об этом свидетельствует тот факт, что количество людей, посещающих институт третьего возраста, не уменьшается. Все больше людей, которые приходят сюда повторно, в третий, в четвертый раз, потому что они либо выбирают новые направления, либо совершенствуют уже полученные ранее навыки. Слушатели в институте третьего возраста обучают по 10 направлениям. 50 программ самой различной тематики адаптированы для лиц пожилого возраста. Вчерашние слушатели, пройдя 1 или 2 годичный курс обучения, возвращаются сюда уже волонтерами-преподавателями. Сегодня в институте их 30, а сам проект – реальное доказательство успешной работы программы «Равный обучает равного». Это действительно люди с таким сердцем добрым, как Гданка, хотят отдать свои знания, свою энергию нашим слушателям. Каждый из них очень интересен, потому что если человек неинтересный, он не может вести тот или иной предмет. Долго работала, знаю хорошо, как пользователей, немножко больше даже. И с удовольствием стала заниматься. Тем более люди в таком возрасте очень послушные. В основном они тоже там были преподавателями когда-то, что-то дети не хотят их учить компьютеру, поэтому они с удовольствием ходят ко мне на занятия. Просят, чтобы я им давала домашнее задание, выполняют его, очень стараются. Конкурсу для поступления в институт третьего возраста может позавидовать любой самый престижный вуз Беларуси. Слушатели среднего возраста, которых около 60 лет, с удовольствием изучают компьютерные технологии и игру на музыкальных инструментах, штудируют языки. Особой популярностью пользуются спортивные группы. Мы, которые, как нас называют, третий возраст и другой, мы необходимы институту, мы необходимы, получается, государству, мы необходимы сами себе. Мы нашли здесь прекрасных друзей, хотя, говорят, друзей уже в таком возрасте трудно приобрести, но мы приобретаем каждый год. Мы действительно одна семья. Это такое замечательное дело, и если оно найдет продолжение во всей стране, это будет великое дело. Проект не стоит на месте. В этом учебном году добавился ряд новых групп. Программы в институте зачастую формируются по заявкам слушателей. У нас есть новые программы, например, менеджмент домашнего хозяйства, визаж, классический массаж. Различные новые уровни у нас появляются на факультете лингвистическом, иностранных языков, английский, польский, немецкий. Поэтому, конечно, мы движемся разносторонне, развиваемся. Институт третьего возраста самое ценное. Мне кажется, что мы большую массу людей, ведь около 600 человек посещает институт третьего возраста, то, что они не ходят писать жалобы, а ходят, улыбаются, думают о том, как пойти на занятия, как поправить свое здоровье именно спортом. Поэтому институт третьего возраста очень нужен. Ирина Альшова, Павел Малышонок, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.